В Лондоне сегодня готовятся познакомиться с русскими. С теми, впрочем, кто лондонцам хорошо известен и так. В столице Великобритании проживают несколько сотен тысяч наших соотечественников, но героями нового реалити-шоу «Мидзерашенс», которое стало скандальным еще до выхода в эфир, в эфир будут чуть более десятка, среди которых, к слову, украинская певица и пакистанский магнат. Однако, по мнению британских авторов, это ничего, ибо главное, что они такие же показательные образчики нового британского русского. «Лондон» — для русского человека в наше время место и понятие особое. Антон Вольский познакомился с героями и выяснил, а что есть русский для человека лондонского. Передача еще не вышла на экраны, а о ней уже столько споров. Газеты пестрят громкими заголовками о том, что Лондон на корню скупили русские. Честно, да, я не видел здесь бедных людей из России. Бывший нападающий «Зенита» теперь играет за рейдинг и живет в престижном районе Лондона. «Все, что я имею, я заработал своим трудом, своим потом». Павел — один из героев нового реалити-шоу, но к богачам себя не причисляет в Лондоне с женой и тремя детьми. «Иди, мое солнышко, вот кто пришел к нам». Жена футболиста теперь жалеет, что снялась в передаче. От ее домашних забот в телесериале не осталось и следа. «Я не думаю, что публике будет особо интересно, как я готовлю постоянно, как я отвожу детей, их как и вожу к репетитору, как встречаю мужа, как мы кушаем. Это скучно. Им нужно шоу». И они его получили. На экране представлен самый избитый британский стереотип о русских. «Малообразованные богачи, швыряющие деньги на ветер». Кристина – еще одна героиня нового реалити-шоу в Лондоне с конца 90-х. Отец, менеджер Лукойла, отправил девочку учиться. Домой она так и не вернулась. «Лондон – город очень дорогой. Либо у тебя есть, либо у тебя нет. И русские живут по своим законам. Если есть, то надо покупать. Давай, есть, берем». Местная пресса подхватила заданный тон. Именно из-за них. Как пишет Daily Mail, цены на недвижимость уже несколько лет подряд в Лондоне бьют рекорды. «И фотография самого дорогого района. Кнайсбридж номер один, да? Гайд Парк. По мнению авторов шоу, в Британии сейчас более 300 тысяч русских. И все они примерно такие, как на экране. Среди героев – гей из Петербурга, женщины, получившие после развода миллионы своих мужей и молодые блондинки со следами пластических операций. Но главную роль создатели отвели певицы с Украины. «Let's go! Let's go!» Удачно вышедший замуж за индийского сталелитейного магната. «Я украинка по паспорту. А вообще я россиянка». Британская пресса, впрочем, уже раскритиковала и новую передачу, и ее героев. Да и сами создатели шоу не скрывают своей неприязни к новым русским богачам. Впрочем, создатели нового реалити-шоу уверяют, что даже самая разгромная статья – как броская реклама. Поэтому ожидают у новой передачи невероятных рейтингов. Ну а туристам из России, следуя этой же логике, наверное, стоит надеяться на самый теплый прием во всех лондонских магазинах. Антон Вольский, Максим Катаев, Марина Романова, НТВ, Лондон.